Пожалуй, в любой стране пытаются заработать на туристах, и Турция не исключение. Сегодня расскажем, какие схемы развода внеопытных путешественников применяют в Турции. Слушай внимательно, чтобы не вляпаться. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олесь. Погнали! Первый развод – классический развод по-турецки. Обычно это касается таких товаров, как мебель, бытовая техника, одежда. Но чаще всего это проделывается электроникой, а особенно с мобильными телефонами. Развод очень простой, цель которого – сделать так, чтобы ты заплатил за желанный товар на 25-30% больше оригинальной цены. И при этом тебе могут подсунуть восстановленный или БО-аппарат, а не новенький телефончик. Приходишь ты в такой салон сотовой связи купить определенный аппарат. Например, пускай это будет iPhone 13. Видишь на витрине нужную модель, но она в одном витринном экземпляре. Или, например, там другая модель, и ты интересуешься, есть ли нужная модель или не витринный вариант. И продавец гордый и уверенно заявляет, что у него нужная тебе модель есть, беспокоиться не о чем. На стикере напишет цену и скажет подождать 5-10 минут, так как ему надо сбегать на склад. Цена при этом может быть либо ниже ожидаемой тобой, либо соответствовать твоим ожиданиям. Но не обольщайся. В действительности продавец бегает на ближайшую точку продажи БО-телефонов, лавку своего брата, дяди, свата, друга, заберет там с витрины нужный гаджет, а потом вернется и продаст тебе его в итоге по завышенной цене. Так как аппарат будет либо БУ, либо восстановленный. Но выглядит будет как новенький, со всеми нужными коробками. Следующий пункт – развод в кафе. Ты такой идешь по городу, мимо разных кафе, ресторанов, выбирая где бы вкусно покушать. То там, то здесь к тебе подбегают за завал из меню, рассказывая как у них вкусно и цены гузел. Если смотрел наше видео ранее, ты уже знаешь, что тут у них все гузел. Ты смотришь, впечатляешься, выбираешь блюда, а когда приходится платить, обнаруживаешь, что в чеке ценник увеличен чуть ли не вдвое. Возмущаешься, а тебе меню дают, а там цены, которые в чеке. Да как так? Развод заключается в том, что вначале тебе дают одно меню, а потом, когда подходит время платить, уже другое. Вывод. Либо не ходить в такие кафешки, где зазывалось меню в руках бегают, либо фоткать перед заказом меню. Но лучше вообще не ходить в такие кафе, а еще в те, где все не по-турецки. Третий развод. В магазины и лавки, где нет ценников, тоже лучше не заходить. Так как если спросишь цену, то назовут ее тебе после оценки твоей платежеспособности по внешности. Особенно если внешность европейская, то цена будет значительно выше. Четвертый развод. Это развод чистильщиков обуви. Идя по городу, порой мимо проходит чистильщик обуви, или ты проходишь мимо его чистилки. Он будто случайно роняет щетку, а ты подбираешь и подаешь незадачливому его щетку. После чего этот человек очень услужливо благодарит тебя и предлагает почистить твою обувь. Большинство людей подумает, а почему бы и нет? Думается то, что предложение поступило в качестве благодарности. А не тут-то было. Как только он выполнит свою работу, станет требовать с тебя оплату за работу. И сумму будет просить в евро или долларах. Обычно они просят около 20 долларов. И фиг отстанет. Будет скандалить, кричать, что ты не хочешь платить за работу. Пытаешься его обмануть. Может привлечь полицейского. А у тебя турецкого языка-то нет. А что там этот местный наплетет стражам порядка, черт его знает. Короче, это нервотрепка. Поэтому лучше пройти мимо щетки и не трогать ее. Пятый развод в магазинах кожи и меха. Где вывески на русском и русскоговорящие продавцы лучше ничего не покупать. Там цены будут завышены раза в 3-4, а если не выше. И если ты не был или не была в турецких магазинах, то с первого взгляда цена покажется в целом и ничего. Но это не так. При этом тебе на плиту в таком магазине такое, что и кожа, и мех у них особые вытелки и шьется в Италии. И нигде такого ты не найдешь, так как только у них эксклюзив. А в турецких магазинах все китайское. А то, что шьется в Турзе, тоже очень дорого. Цена не будет ниже, чем у них в магазинах. Не ведись, это все ложь. Такие магазины ориентированы на неопытных туристов. В турецких магазинах найдешь те же модели, но в разы дешевле. Так в одном магазине, вот Вовину-матушку, например, пытались обработать плетя из сказки. И цены на короткую кожаную курточку называли 1700 долларов. Когда в турецком магазине такая же куртка стоила 250 долларов. Вот так. Хорошо, что она уже знала о ценах в турецких магазинах. Так что лучше пройтись для начала по нескольким магазинам. Следующий развод. Если ходишь на рынок за овощами и фруктами, будь на чеку. Некоторые продавцы сами накладывают тебе в пакет фрукты или овощи. И в этом случае, либо проверяй, не отходя от прилавка содержимое. Так как можешь обнаружить в пакете неликвид. То есть битые, мятые и даже с подгнившими точками продукты. Возвращай их обратно и требуй обмен, либо деньги обратно. Продавец всегда либо поменяет на те, что ты дашь ему в руки. Либо психанет и вернет тебе деньги. Либо когда он накладывает, прям давая ему в руки понравившиеся экземпляры. У нас вот с Волой было так, что помидоры продавец не дал выбирать, а накладывал сам. А в пакете потом были одни битые. Мы показали ему это. Так он психанул и вернул деньги. Мы пошли к другому. Подумаешь, он там не один помидор не торгует. Еще случай был с оливками. Не покупай оли... Не покупай фиолетовые оливки на рынке. Когда пробуешь их прям там, на рынке, тебе дает на ложечки продавец. И они вкусные. А когда мы купили и дома стали есть, произошла такая чертовщина. Сначала я почувствовала какую-то ужасную горечь во рту. И что-то прилипло к зубам, такое горькое. На вкус как паста ручки. Я сначала не поняла. Засунула палец в рот, чтобы отлепить это от зубов. А вытащила синий-синий палец. И Вова говорит, у тебя весь рот и зубы прям синий-фиолетовый. Короче, я даже не знаю, чем окрашены были эти оливки. Или что вообще с ними. Но я минут 30 отмывала руки, зубы, язык и губы. И до конца так и не смыла. Теперь мы покупаем оливки, только зеленые. Или в упаковке магазина. Тебе смешно, а мне было ужасно. Ну вот теперь ты знаешь самые известные способы обмана в Турции. Держи ухо востро и не позволяй себе обманывать. Если было интересно, ставь палец вверх, чтобы больше людей смогли увидеть это видео. Подписывайся на канал, тебе не сложно, а нам приятно. Свой вопрос задавай в комментариях или на почту, указанную в описании под видео. Подняли, обняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok